У РФ нет ресурсов для второго фронта. В Литве оценили, есть ли, угроза нападения на НАТО. В Министерстве обороны Литвы считают, что в настоящее время нет угрозы нападения России на НАТО, ведь у Москвы нет ресурсов для открытия второго фронта. Приоритет страны-агрессора – не проиграть войну против Украины, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Делфи, пока не завершились бои в Украине. Трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы по другим направлениям, прокомментировали в Минобороны Литвы публикацию Билд о подготовке Германии к возможной войне с РФ. По данным ведомства, Россия планирует долгосрочное увеличение сил в западном регионе. С этой целью разработаны планы по расширению инфраструктуры и воинских частей, проводятся инфраструктурные изменения, делятся сферы командования, Россия сохраняет значительные мощности и постоянно пополняет их у линии фронта в Украине. Приоритет России на данный момент – не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы, отметили в Литовском Минобороны, что предшествовало. Ранее германское издание Билд написало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт вроде бы может произойти уже в феврале этого года. Секретный сценарий Бундесвера – оборона Альянса 2025, начинается в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч военнослужащих. Затем Кремль начинает весеннее наступление, опираясь на слабую поддержку Запада в направлении Киева, который к июню 2024 года добивается больших успехов и постепенно оттесняет украинскую армию назад, в Минобороны Германии не прокомментировать эту информацию. По сути, я могу вам сказать, что рассмотрение разных сценариев, даже если они крайне маловероятны, являются частью повседневной военной деятельности, особенно в сфере обучения, сказал представитель ведомства. Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Билд и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе, когда-то сценарии были полностью придуманы с несуществующими странами и географическими регионами, заявил он. Однако теперь в НАТО стали использовать существующие страны и географические регионы для разработки сценариев обучения. Сартес подчеркнул, что опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, прогнозирующим развитие дальнейшей ситуации, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.